А сегодня наша тема приспособления. И наш автор Марина Тютчева, руководитель профитектурного бюро «Рождественка». Пользуясь случаем, поскольку мы на «Рождественке», я знаю, что физически бюро сидит в другом месте, я могу задать для разминки вопрос, почему бюро называется «Рождественка». Дело в том, что изначально наше бюро располагалось на углу Звонарского переулка и улицы «Рождественка». Там были мастерские архитекторов, был такой домик деревянный внутри и, в общем, довольно милый. И когда мы решили создать бюро, можно было срочно для какого-то случая придумать название. Потому что мы часа два с коллегами уже надискутировали, ни к чему не пришли. А потом я посмотрела в окно, там вывеска «Улица Рождественка». Давайте вот так сейчас пока назовем, а потом что-нибудь придумаем. Но с тех пор прошло почти 25 лет, в общем, ничего нового мы не придумали. Вот такая история. Спасибо. Я скажу еще два слова, предваряющих. Итак, наша тема приспособления памятников архитектуры. И это, извините, если кто-то слышал вчера этот анонс, это точный термин, не просто слово. Это термин из закона, из нашего правильного 73-го закона в объектах наследия. Это вид работ на памятниках. Наряду с реставрацией, ремонтом и консервацией приспособление объединяется в разделах «Сохранение памятников». То есть сохранение – это работа, виды работы. И, как правило, приспособление – это тот вид работ, который производят архитекторы, не реставраторы. И по-правильному, наверное, они должны быть на суп подряд у архитекторов и реставраторов. Такая связка, которая подчеркивала бы главенство закона о наследии и главенство архитектора и реставратора над архитектором осуществляющим приспособлением. Мы знаем также, что есть довольно много острых случаев в недавнем, в нашем прошлом, в давнем и даже в сегодняшнем дне, когда под шапкой приспособления происходят вещи совершенно невозможные и непозволительные, когда в действительности архитектор общего профиля преэвалирует над архитектором и реставратором, как это было, наверное, например, в Царицине. В этих случаях всегда понятно, что на первое место выходит фактически создание новых объемов под видом реставрации. То есть проблема здесь действительно есть. Она еще и в том, что приспособление – это такой вид работы, который в сущности и подлежит регулированию закона о наследии, а не Гранд Кодекс. То есть это словно бы не… Гранд Кодекс мы тоже. В конструктивной части. В части безопасности. В части безопасности. Вот и получается, что этот вид работы на памятниках может превратиться в реконструкцию по букве закона от изменения объемов, а не что-нибудь. Может превратиться в капитальное строительство и может возобладать над собственной реставрационной деятельностью. Это всегда опасно. И вот среди тех архитекторов, которые осуществляют приспособления, и в которых, в шутку, и в кавычках называют приспособленцами, в совершенно ином смысле слова, есть на Рене. Скажем так, в бюро Рождественка, наверное, наименьшее количество замечаний на выходе получается. Как замечательно это получается делать? Вот об этом тоже хотелось бы, наверное, поговорить. Но, как я понимаю, это будет довольно проблемная презентация, такая, да, с самоанализа, с элементами самоанализа. Вот, поскольку это действительно все довольно сложно. Ну, и мы думали, мы предлагали, что возможно построить наши семинары сейчас и на будущее с апонированием. Некоторым условным апонированием, предположим, архитектором-реставратором. Но Борис Евгеньевич по сторонам не подошел, пока в этом случае параллельно происходит еще одно важное, действительно важное дело в другом месте. Но, тем не менее, в первом ряду есть замечательные специалисты, которые могут, да, такое апонирование, если что, осуществить. Наталья, Олега Натальевна. И можно занять места здесь. А можно, чтобы было ли мне это? Все, я просто прекращаю свой аналог и предоставляю слово. Спасибо большое за мое такое весное представление. Также я всем благодарю за то, что решили потратить сегодняшний вечер на общение на такую интересную, на мой взгляд, достаточно редкую тему, как приспособление объектов культурного наследия. Рустам совершенно справедливо сказал, что этот жанр, по сути дела, в архитектуре не до конца как-то проявленный опорный и считается неким, ну, скажем так, всегда довеском к реставратору. И реставраторы подчастую действительно считают, что приспособление только все портит. Надо сказать, что иногда справедливо считают. Потому что лишает объект в чем-то потурности и вообще любые цивилизационные новшества в объектах культурного наследия, нарушают ощущение времени и мешают пребывать в этих временных аллюзиях. Ну, у меня на этот счет есть, безусловно, свой взгляд. И я попытаюсь, показав ряд наших объектов, за 20 с лишним лет их накопилось достаточно много. Я выбрала сегодня сил, которая, как мне показалась, может быть, наиболее любопытной и разной по содержанию. И о разных вещах можно будет поговорить. Кроме всего прочего, я на некоторых объектах буду рассказывать и о неудачах, и о том, чего бы я не стала делать впредь, и о том, какие уроки, из каких ситуаций мы сумели вынести. Мне кажется, что, может быть, это даже будет в какой-то степени полезнее, чем рассказы о методиках. Для того, чтобы начать разговор, я решила показать эту картинку, это Архимедов Палимпсест, это Евангелие, написанное в XIII веке в Константинополе поверх еще двух других трудов, поверх труда Архимеда и Геродота. Этот документ был обнаружен в XIX веке, и, собственно говоря, тема Палимпсеста начинается именно с этого документа. Я на него смотрю, на самом деле, с точки зрения визуального восприятия, мне кажется, что это невероятно гармоничное художественное произведение. И я считаю, что город и вся наша материальная среда должна развиваться в таком же ключе. Это тоже своего рода Палимпсест. Но архитекторы, в свою очередь, должны понимать, что когда мы пишем свои тексты, мы пишем их не чернилами, а мы пишем их кирпичом и бетоном. Поэтому степень ответственности несколько иная. Ну вот, собственно говоря, с таким посылом мы пытаемся работать. И я начну со следующего объекта, собственно, с которого началось наше серьезное увлечение реставрацией приспособлением. Скажу два слова, что вообще первым объектом, который наше бюро реализовало в Москве, является дом 7 на Звонарском беремке, который находится здесь буквально в двух шагах. Это была реконструкция владения с надстройкой. И мы получили тогда, в общем, достаточно серьезный опыт, и профессиональный в том числе, и опыт общения со средой. И мы первый раз узнали, что такое историко-архитектурное обследование здания не являлось памятником, но тем не менее нам оно показалось интересным, и я почувствовала какую-то особую любовь к этому жанру. И вот этот объект, с которым я начну этот рассказ, это, собственно говоря, наш офис, в котором мы располагаемся уже более 15 лет, на всяком случае. И когда-то, в 98-м году, мы взяли это здание в аренду. Это палата в Кадашевской Слободе, объект 18-го века. И, собственно говоря, самостоятельно, собственными руками, являясь заказчиками, подрядчиками, проектировщиками, иногда и строителями, и, соответственно, финансистами, мы это здание реставрировали. Оно пребывало в довольно тяжелом состоянии, мне, к сожалению, быстро не удалось найти архивных фотографий, но, тем не менее, до нас это здание занимало Академию наук, уже лет 7 оно было нежилым, на стенах была плесень, росли грибы, все было зашито панелями, перегорожено, и вообще сразу разобраться было достаточно сложно. Но, когда мы все это очистили, нам открылись фантастические своды в тяжелом состоянии, которые мы дальше, собственно говоря, ремонтировали. Так, как дом выглядит сейчас, это крыльцо, которое мы искали по архивным материалам и действительно нашли правильное место этого красного крыльца, потому что мы нашли там пятаки екатерининские. Что касается интерьеров, то для нас было очень важно сохранить в интерьерах летопись жизни этого здания. И, несмотря на такие, казалось бы, не очень ровные поверхности, заватанные разными видами кирпича, поскольку в этом доме были коммунальные квартиры, а вообще он так хорошо пожил и пережил пожар 2012 года, нам показалось, что очень важно сохранить его историю и все его морщины на лице. И мы старались это сделать максимально откровенно. Кроме того, учитывая, безусловно, ограничение бюджета, мы освоили технику обмазки звездковым раствором, который пользуемся до сих пор, что оказалось крайне экономично и очень увлекательно с точки зрения строительных работ. Потому что, по большей части, это мы делали сами рукавицей, значит, растирая эту звездку. Большие дебаты у нас возникли по поводу дверей в этом здании, поскольку оно действительно пережило разные периоды. Проект реставрации, насколько я делал, не мы, делал реставрационный центр, уважаемая компания. Мы вступили с ними в некую дискуссию, поскольку они предлагали сделать... Двери – это единственное новое, что мы должны были привнести в это здание, так, по сути дела. Все остальное мы просто, вот, в прямом смысле, отреставрировали, почистили, закрепили. И двери предлагалось сделать филенчатой на XIX век. Почему-то это у меня вызвало сомнение, потому что, ну, во-первых, проемы дверные достаточно массивные. Изначально в этом здании располагалось хамовное производство, то есть в XVII веке это было ткацкое производство, и мы нашли места взвоза. И это, в общем, такой небольшой завод. И проемы дверные не были такого домашнего формата, домашних пропорций, которые можно было бы заполнить филенчатой дверью. И мы рискнули предложить современное прочтение дверей, которые, как нам казалось, соответствуют и пропорциям проемов, и, в общем, достаточно такой брутальной эстетики самого пространства. Ну, также мы вот развлекались всякими декоративно-прикладными элементами. Что-то было найдено из интересных элементов в процессе реставрации в доме и рядом. Кроме того, безусловно, сводчатые пространства очень непросты для эксплуатации, в том плане, что это большие всегда пространства, и не всякая функция может в них гармонично существовать. Поэтому это довольно типичный случай, вообще проблема сгораживания сводчатых помещений. Ну, вот мы изобрели вот такие перегородки, которые, по сути дела, являются неким конструктором, капитально не срощенным с телом здания, и которые могут быть демонтированы достаточно бесполезненно. Нам вообще, в принципе, кажется, что все, что делается остро-современным в памятнике, должно легко оттуда уходить, потому что его срок жизни, этого очень современного элемента, как правило, гораздо короче, чем потенциальный срок жизни самого памятника. Совершенно другой потенциал старения. И вообще, сочетая между собой материал и элементы, об этом нужно всегда думать, о скоротечности или не скоротечности жизни тех или иных материалов. Потому что это, как правило, рождает некие конфликты в существовании самого объекта. Дальше я, наверное, расскажу о объекте реконструкции, который стал для нас достаточно знаковым. Это был 2003 год. Надо сказать, что изначально мы не занимались этим объектом. Это бывшая фабрика «Жиро». Я думаю, все ее хорошо знают. Нам заказчик предложил заняться интерьером входной группы. Я думаю, если есть указочка, я бы воспользовалась бы. Так вот, в это время полным кодом уже шла реконструкция и был согласован проект, по которому это здание меняло свой фасад, становилось оштукатуренным, украшенным карнизами, в общем, становилось как бы подороже, условно говоря. А нам доверили сделать небольшой объем внутри этого большого комплекса. И когда мы пришли получать исходные данные, выяснилось, что здесь существует проблема с логистикой, поскольку для того, чтобы из этой входной группы попасть вот в эти части здания, необходимо было пройти довольно длинными, километровыми темными переходами, которые нам тоже предлагалось украсить. Вот, и это мне страшно как-то... Я, кстати, была не согласна, мне казалось, что такие переходы, коридоры украшать нельзя, но при этом уже все объекты коммуникации, и лестницы, и лифты, все уже стояло на своих местах. И тогда, в общем, мы рискнули предложить изменить структуру здания, вместо того, чтобы проектировать вот эти коридоры, вывесить некую галерею со стороны двора, сделать сквозной проход. Собственно, с этой галереи все и началось. Это исторический вид фабрики, из которой мы видим, что здания фабрики были кирпичные. Это важно заметить. Ну и дальше, собственно, мы спроектировали вот такую конструкцию, которая должна была отвечать нескольким параметрам. Во-первых, она не должна была касаться кирпичной кладки стен, потому что у этих стен совершенно замечательный рельеф, фэнтазис, который не хотелось ни перерезать, ни докладывать, ни вообще трогать. Сохранность кирпичной кладки была очень хорошая. Во-вторых, она должна была быть сделана очень просто и экономично. Поэтому мы спроектировали 24 одинаковых элемента из элементов одинакового размера. То есть нам казалось, что все очень просто. Мы сейчас в заводе, нам напилили шпилеров, мы разработаем узел, и все это соберется. Оказалось, все не так элементально, как и все в нашей жизни. Но тем не менее, значит, кроме того, понятно, что по структуре эта стенка-балка самонесущая, поэтому мы должны были уменьшить максимальную нагрузку на опирание на существующее здание. Эта стенка-балка, по сути дела, стоит на трех опорах, а к зданию она всего лишь защемлена, она несет сама себя. Вот такое вот конструктивное решение. Вот, собственно говоря, узлы, которые были придуманы для того, чтобы реализовать эту галерею. Вот таким образом подробно нами разработаны. Это, кстати, достаточно характерно для нашего перо. Мы очень любим заниматься подобными, подробными конструированиями, изобретениями каких-то узлов. Ну и, в общем, все получилось. Последней проблемой, которую нам пришлось преодолевать, это была тема отделки фасадов. Поскольку уже существовал проект штукатурки, на наш призыв оставить все в кирпиче, заказчик отреагировал резко отрицательно. Потому что, мол, а где это видано, голый кирпич? Сейчас в это уже сложно поверить. В 2002 году в Москве еще не практиковали очистку кирпичной кладки, фабизирование и ее закрепление. Самая большая проблема была в том, что строители, которые занимаются общестроительными работами, не знакомы с техникой так называемой вычинки или ремонта кирпичной кладки. Поскольку, естественно, часть кладки была каким-то образом утрачена или повреждена, тут, собственно, нам и помог реставрационный опыт. И мы пригласили реставраторов. И таким образом на объекте реконструкции, а здание это не является объектом культурного наследия, не являлось, как ни странно, была применена реставрационная технология. Что, надо сказать, наверное, имело... Что, в общем, было достаточно нового для вообще практики строительства в Москве. И мы, надо сказать, очень любим это здание, любим этот проект. И он даже вошел в пятерку лучших, по-моему, коммерческих объектов двухтысячных годов по списке Форбс. При этом с заказчиком, с которым я дебатировала по поводу кладки, мы до сих пор не дружим. Говорит, что со мной работать очень сложно, потому что очень упертое. Но, тем не менее, получается результат. Это интерьер, который мы сделали. Опять же, в общем-то, ничего особенного не делаем. Мы оставили своды манье, оставили колонны, но и добавили мебель из бетона от Лиле, которая, как нам казалось, в стилистике этого интерьера. Вот сейчас я прихожу совсем к иному объекту по смыслу. Это палата Талетинова в Калпачном переулке, палата 17 века. Здание изначально выглядело достаточно тривиально, ну, такой вот московский, не самый интересный псевдоклассицизм. И весь интерес к нему появился тогда, когда была снята штукатурка. Вот эта зарисовка кладки, которая показывает, что из-под классицизма у нас проявился совершенно удивительный барочный фасад. При этом все элементы этого фасада находились на своих местах. Традиционно считается, что реставрировать объект необходимо на его последний, скажем так, наиболее яркий период, наиболее целостный образ. И, по сути дела, здесь московное наследие пошло на некие нарушения, не то что нарушения, но пошло на уступки, на наши уговоры. Мы делали этот объект с реставратором Малицына Семеновна Федотовой. Я ей очень признательна за плодотворное сотрудничество. И мы сумели убедить московное наследие в том, что реставрировать нужно на 17-й век, поскольку таких палат практически не осталось. Это достаточно редкий экземпляр. Вот более крупные фрагменты этих наших зарисовок и мероприятий. Что касается приспособления, то, по сути дела, мы в этом здании сделали несколько вещей. Во-первых, здание небольшое, опять же, со скотчистыми пространствами в первом этаже. Когда мы туда пришли, практически весь этот блок был занят инженерными коммуникациями, и это было достаточно досадно. Поэтому то, что мы сделали все, первым делом мы предложили откопать под здание подвал и перенести все коммуникации вниз. О технологии откопки подвалов в таких случаях я расскажу попозже. Второе, что мы сделали, мы расположили лестницу в центре здания, поскольку оно должно было стать коммерческим офисом. И тут очень важный момент, когда проектируешь для какой-то конкретной функции, то у тебя складывается вполне определенное представление о том, что за организм ты выстраиваешь, какой у него характер, какая профессия, какой образ жизни. Коммерческий офис отличается тем, что ты проектируешь для кого-то очень среднестатистического, непонятного, тебе незнакомого, но при этом ты должен угадать все его какие-то будущие мысли, будущие образы жизни и вообще много чего про него угадать. Практически никогда этого не случается. Это на самом деле довольно большая проблема. Коммерческие офисы в объекте культурного наследия не самая вообще простая тема, может быть, не самая правильная. Потому что, когда ты имеешь дело с объектом уже, имеющим яркую индивидуальность, попытка создать внутри нечто среднестатистическое, ну, входит в некое противоречие. Ты как будто бы изнутри вынимаешь какую-то метафизическую составляющую. А она, мне кажется, очень важна для того, чтобы объект продолжал существовать гармонично. Ну и мы приспособили чердак, довольно высокой кровли под, опять же, обвесное пространство. Это тот объект, на котором мы допустили, я считаю, несколько ошибок, о которых я скажу позже. Ну, здесь вот на разрезе виден, собственно, подвал. Мы его выполняли, в данном случае, кессонным способом, опуская стенки. Надо сказать, что здесь очень непростые гидрогеологические условия. Краем дома тек ручей. И мы, в общем, достаточно с большими сложностями столкнулись, когда делали этот подвал. Но мы его сделали, тем не менее, все получилось, все хорошо. И надо дать должное подрядчику, который очень тщательно мониторивал все процессы строительства. Мы, так сказать, здание получило ни малейшего урона. Вот так мы предполагали выполнить фасады. Мы сняли культурный слой. Нам пришлось снять, если мы реставрируем на 17 век, то культурный слой составляет порядка метра. Обычно в этом случае появляются приямки. Кстати говоря, в нашем здании в Кадашах нам тоже пришлось сделать примерно такой же приямок, чтобы открыть бывший первый цеперецокарный этаж, который был просто засыпан практически весь землю. Ну и, в общем, получился вот такой вот домик. Что касается ошибок, с которыми я в следующий раз, наверное, не буду иметь дела, это, собственно говоря, освещение верхнего этажа. Надо сказать, что изначально мы проектировали там достаточно активный стеклянный такой гривень и делали их достаточно открыто, декларируя наличие современного элемента. Но эксперты сочли необходимым заменить это на довольно обычные велюксы. И надо сказать, что меня вид со стороны двора еще не так, может быть, расстраивает. Вот они тут видны. Но вид со стороны улицы меня расстраивает. И вот я не очень довольна этим результатом. Потому что, с одной стороны, мы вытащили здание из его небытия и вернули ему облик уникальный и вполне целостный и аутентичный. Но, с другой стороны, велюксы, я считаю, это неудачное было решение. Вот множество зонтажей в этом здании было сделано, потому что найдены интересные детали в интерьерах. Очень много зонтажей. И сочетание лестницы современной с, опять же, какими-то прагментами зонтажей, исторической кладки. Вот такой вот забавный санузел. Ну и вот так выглядит тот самый приспособленный этаж с освещением сверху. Мы движемся по нарастающей. Значит, это самый сложный объект, который мне, в принципе, наверное, пока доводилось проектировать. Сложный не только с технической точки зрения, но и с юридической. Поскольку здесь мы столкнулись с совершенно, на первый взгляд, нерешаемой проблемой. Значит, речь идет о палатах Брюса, которая расположена на углу Брюса, Треука и улицы Никитская. Это достаточно известное место и известное здание, насчитывающее несколько веков и самых разных владельцев. Собственно говоря, все помнят, что Брюс был сподвижником Петра I, был тем самым маком-чернокнижником. И вот, собственно, он жил в этом здании. И, кстати говоря, на заставке вы видели такой странный предмет. Это рукоятка шпальня, которая была найдена нами в процессе реставрации. Так вот, однажды ко мне пришел заказчик и с гордостью сказал, что он выиграл конкурс на реставрацию, собственно, палат. А палаты расположены в передней части и смотрят обращены на Никитскую, прямо напротив консерватории. За ними такой вот жилой дом, который построен, датированно 1947-1948 годом, послеводненный дом из шлака блоков. И по этому условию конкурса этот дом должен был сноситься, и вместо него строится бизнес-центр. Заказчик добросовестно выполнил все условия перед городом, оплатил долю города, а это несколько миллионов долларов сумма, и радостно решил приступить к работе. И когда мы решили сходить и посмотреть, что же это такое, мы увидели совершенно сразу, что никакой это не советский дом, а это надстроенная часть, собственно говоря, не загорается, а это надстроенная часть флигеля, который имеет прямое отношение к главному дому. И уже в архивных материалах мы убедились, что действительно это было частью усадьбы, которая длилась достаточно далеко вглубь березного треулка, и внутри были обнаружены, естественно, своды и остатки таких же порочных наличников, как и на главном доме. Одним словом, я поняла, что подписан приговор, в общем-то, уникальному сооружению. И дальше, собственно, передо мной встал очень сложный выбор. Ну, понятно, что первое, что можно было бы сделать, это просто отказаться, сказать спасибо, не надо, я руки пачкать не буду, идите с кем-нибудь другим договаривайтесь. Но я прекрасно понимала, что людей, с которыми можно договориться, достаточно много, быстро и легко найти общий язык, и завтра здесь будет эскаватор, и мы потеряем уникальный кусок Москвы. Поэтому я предложила заказчику исправить ошибку, внести объект в список памятников и модернизировать в качестве... То есть сначала я ему предложила попросить от московского правительства деньги обратно за то, что они ввели его в заблуждение. Но московское правительство не так просто расстается с деньгами, поэтому они сказали, что они готовы на что-то там закрыть глаза, если все-таки общий объем и общий метраж, который они выиграли по конкурсу, останется прежним. Ну и таким образом были поставлены предзадачи, с одной стороны, сохранить федеральный объект культурного наследия, а с другой стороны, надстроить над ним нечто. То есть практически криминальная ситуация, при этом я так легко сказала, что я заказчику предложила ввести объект в список объектов культурного наследия. На самом деле все это было совсем непросто и совсем нелегко. Естественно, сначала заказчик сказал, что я вообще с ума сошла, а он вообще вполне нормальный, и зачем ему такие проблемы и сложности. Он прекрасно все это снесет и построит здесь что-то стеклянненькое, нормальненькое и вполне экономичное. Тогда я начала его убеждать, что снос объекта в центре Москвы с толщиной стен 1,5 метра обойдется ему очень дорого. Прежде всего, вывоз этого кирпича, утилизация, да и просто разборка. Я знаю, что такие дома, да еще со сводами, да еще на сельском растворе очень нелегко поддаются разборке. А так, как я говорю, у вас же уже есть практически дом. Ну, там 60% дома уже есть. Вы его уже построили. Вам надо его только отреставрировать. Я, правда, в тот момент не знала, что фасады со стороны двора выполнили на всех приклад, и они в процессе реставрации были перевожены почти все. Но это было незаметно. Ну вот, я продолжу рассказ, показываю какие-то картинки. И это не сработало. Так, здесь что-то... Этот аргумент, надо сказать, тоже не до конца впечатлил. Вот. И на очередных дискуссиях по этому поводу, когда уже страсти накорились, я понимала, что или я сейчас уйду хлопнув дверью, или этот дом будет памятником, он будет у него там на стройках, не будет. Это уже второй вариант. Я нашла аргумент, который, как ни странно, сработал. Заказчик нормальный банкир. Он просто считает деньги. Он прагматичный человек. Вполне меняемый. У него есть своя система ценностей. Но вот эта вот мотивация, зачем нам это старое, когда мы можем построить новое, зачем с этим возиться, на это я ему задала вопрос, потому что я сказала, вот вы предположите, что этот дом принадлежал вашему девушке. И это сработало. Он сумел это себе вообразить. Он сумел вообразить себя наследником этого неплохого дома. И как ни странно, в общем, после этого мы действительно внесли его в реестр памятников и стали с ним дальше работать. Что касается надстройки, то моей задачей, на самом деле, было всячески проявить, прежде всего, проявить тело памятника и сделать надстройку таковой, чтобы она, ну, со мной стороны, не читалась из узкого переука. С другой стороны, вы видели, какой был торец у старого дома, а мы находились в рамках его отметки. Создать какой-то новый торец, который очень активно работает от консерватории. И меня жутко мучила и терзала эта мысль. Я узнала, что множество моих родственников, знакомых иногда из этой консерватории вечером после концерта выходят. Вот они будут смотреть на этот торец и думать, что же вот она спроектировала такое ужасное. Вот, и очень переживала долго по этому поводу и рефлексировала. Но, тем не менее, мы решили сделать такую вот как бы барочную крышу, которая получилась тоже не случайно. Здесь сыграла роль ориентация по сторонам света, поскольку этот фасад выходит на юго-западную сторону, он обладает наибольшей степенью перегрева. И для того, чтобы снимать этот перегрев, нужно было поставить на кровлю достаточно мощные кондиционеры, охладители, на которых, во-первых, не хватало электричества, во-вторых, они должны были торчать на 3 метра еще поверх кровли. И тогда мы решили, что нужно сломать поверхность, и тогда преломление лучей меняется, и мы сняли действительно перегрев на 60%. Таким образом мы убрали лишнее оборудование и, в общем, сделали энергоэффективный фасад, по сути. Кроме того, мы решили еще одну проблему, которую давно хотелось решить. У стеклянных фасадов, архитекторы это знают, и многие обращают внимание всегда, в зоне примыкания к перекрытию есть такая глухая стимулитовая полосочка. Ну, потому что по правилам безопасности нам необходимо обеспечивать рассечку противопожарную межэтажную, и поэтому узел примыкания витража к перекрытию всегда делается с противопожарными мероприятиями. В данном случае мне не хотелось получать никакую глухую полосочку, мне хотелось, чтобы это была единая конструкция, за которой бы не считывались вот эти членения этажей, и тогда она не так будет выбиваться из масштаба. И поэтому мы изобрели действительно вот такой уникальный узел, который был отдельным образом сертифицирован, прошел все технические советы, где перекрытие у нас приходит в импост. То есть вот эта противожарная рассечка у нас равна 8 сантиметрам. Кроме всего прочего, здесь была та же проблема с коммуникациями, которыми был занят весь первый сводчатый этаж. Здесь мы тоже подвели подвал, но здесь это совсем другая технология, это пересадка здания вместе с бутовым фундаментом, который сначала укрепляется, потом делаются сваи, потом внутри выполняется железобетонный кессон, и сваи внутри вырубаются. Таким образом, здание остается на опорах, и появляется подвал. Технология достаточно интересная, и, в общем, мы тоже как-то благодаря хорошим строителям и хорошему техническому заказчику справились с этим достаточно без проблем. Ну, в общем, получился вот такой торик. Да, еще любопытная деталь, которая уже настигла меня в самом финале этой истории. Дело в том, что изначально у нас вся эта настройка должна была быть целиком стеклянная, с зубчатым таким вот краем. И когда уже на стройке был смонтирован весь каркас, и лежало все совсем не дешевое стекло, которое, кстати, делалось отечественным производителем в Калининграде, меня вызвал к себе в Садович Кузнин, и потребовал, чтобы я изменила срочно фактуру этой надстройки, что она не должна быть стеклянной. Говорю, какой же она должна быть? Какой хочешь, там, хочешь пластиковый, металлический, какой угодно, только не стеклянный. Я говорю, почему же она не стеклянная-то? Ну, потому что, говорит, вот Юрий Михайлович любит очень ездить по Никитской, а он очень не любит стеклянную архитектуру. Я возьму, да ляпу. Ну, слушайте, ну, этот дом будет точно стоять дольше, чем Юрий Михайлович будет ездить здесь по Никитской. Вот точно. Мы не успели закончить дом, а уже Юрий Михайлович не был. Вот, на карту. Но, тем не менее, в общем, очень жестко все это было заявлено. Опять бедный заказчик, который все время на все соглашался. Сначала на то, чтобы сделать дом памятником, потом на том, чтобы, значит, уникальные узлы изобретать, уникальные фасады, уникальные подвалы и все остальное. Тут еще был поставлен перед необходимостью вот это все дорогостоящее стекло каким-то образом с помощью волшебной палочки превратить во что-то другое. Ну, в общем, мы придумали некий ход. На самом деле, это все действительно стекло. Это все стекло. Но оно покрыто маленькими точечками краски. Вот эти точечки мы с архитектором подбирали вручную, распечатывали на прозрачной пленке. Кто-то забирался наверх, кто-то снизу смотрел. Значит, достаточная плотность, чрезмерная, недостаточная. В общем, в течение месяца мы подбирали размер и частоту этих кружочков, для того, чтобы достичь эффекта металла. Но при этом изнутри у нас должно было быть стекло все-таки проницаемым. Вот так выглядело это здание до нашей реставрации. Так оно выглядит сейчас. Ну, отдаю на ваш суд, поскольку действительно надстройки на федеральных памятниках запрещены. Я объяснила всю ситуацию, которая сопровождала этот незаконный, по сути дела, сюжет. Но, тем не менее, хочу сказать, что надстройка сделана как раз-таки в тех материалах, которые, на мой взгляд, не будут жить столь же долго, сколь и низ. Ну, и я надеюсь, что уровень, может быть, алчности снизится, а уровень образования повысится. И когда-нибудь эту настройку достаточно легко можно будет демонтировать и сделать там настоящую кровлю. Вот что мы видим сегодня от консерватории. Это дворовый фасад, который остался в прежних габаритах. А вот как выглядит стекло, которое частью прозрачное, частью не очень. Кстати, здесь кажется, что совсем не прозрачное. На самом деле, оно вполне проницаемое. И таким образом, поскольку мы закрыли нижнюю часть, то с улицы кажется, что вся кровля не прозрачная. Детали интерьеров. Собственно, в палатах Брюса, которые были отреставрированы, расположен на союз музыкальных деятелей теперь уже имени Ирины Архиповой. Когда мы это реставрировали, она была еще живая. Это был просто ее центр. Такой был проект ее кабинета. Ну, в общем, вот это то, что касается старой части, основной части этого памятника. Начну с конюшен Петродворца. Это совершенно удивительный объект XIX века, спроектированный Бенуа. Является объектом всемирного наследия. И к сегодняшнему дню дошел в очень приличном состоянии. То есть, собственно говоря, не изменилась практически ни его планировочная структура. Все корпуса в наличии. Проблема заключается только в том, что территория стала меньше. И Петродворцу не очень интересен этот объект, потому что они очень понимают, что вообще с ним дальше будет. Ну, вот в таком это все сегодня видео. В советское время тут была лечебница профсоюзная. При этом сохранился в прекрасном состоянии главный манеж. Такой вот удивительной, совершенно деревянной резьбой. Уникальной. Ну, остальные интерьеры при определенном воображении могут вполне, так сказать, быть превращены во что-то более достойное. Что касается темы приспособления этого объекта, то решено было сделать концепцию для сохранения исторической функции. То есть вернуть конюшням функцию конюшня. Поскольку действительно объект абсолютно целостен, в нем абсолютно прочитывается вся первоначальная структура, и российскому конно-спортивному клубу действительно требуются площади, то, собственно говоря, мы решили, что это, наверное, наиболее правильный, логичный и безболезненный для дальнейшей жизни памятника вариант. Ну, собственно говоря, мы под это и сделали концепцию, создав конно-спортивный комплекс с конюшнями, гостиницами. Манеж у нас превратился из ресторана опять в манеж. При этом это долго дискутировалось. Такое красивое здание. Ну, что бы там ресторан не сделал, действительно. Но любопытная деталь окна в этом здании, в этом объекте, находится на высоте лошадиной головы, нечеловеческой. И поэтому сидеть в природе и не иметь возможности смотреть в окно, ну, довольно странно. То есть, ну, и чувствовать себя немножко не в своей тарелке, не в своем масштабе. И поэтому нам показалось, что все-таки лошадям здесь будет правильнее, поскольку именно для них это все и сделано. Ну, вот, собственно, картинки. Как это может выглядеть после реставрации? Вот с таким еще летним крытым манежем, с какими-то ресторанами в более скромных местах, ну, и с конюшнями, собственно говоря. Еще одна концепция для кода капитализации наследия Робшинский дворец. Робшинский дворец это место, конечно, совершенно удивительной истории. Он находится тоже под Петербургом. Я думаю, что многие о нем знают. Здесь это место было основано и стало застраиваться еще при Петре Первом. Здесь была вода-лечебница, поскольку здесь много источников. Сохранился совершенно удивительный парк. Также этот Робшинский дворец известен тем, что в нем скоропостижно скончался Петр Третий, муж Екатерины. И, в общем-то, он безбедно, благополучно просуществовал до конца двадцатого века. И сейчас я вам покажу, что с ним произошло за последние двадцать лет. А вот так он выглядит сегодня. И это не последствия войны, это не последствия каких-то катаклизмов, это просто вандализм и безхозяйственность. То есть от этого удивительного памятника остались руины. Это, конечно, без боли невозможно. Там были уникальные интерьеры, расписанные великими мастерами. Все это сожжено, порогано, порушено. Выглядит вот так. Теперь, что касается проекта. Возникла идея создания такой всероссийской реставрационной школы, которая могла бы не только возродиться, поскольку мы все знаем, что не хватает специалистов-реставраторов, но помимо архитекторов-реставраторов, теоретиков и исследователей, самая большая нужда в реставраторах-ремесленниках, которые, собственно, умеют делать что-то руками. То есть это уже просто совсем уходящая натура. И подобные школы в России, к сожалению, о них многие говорят, но они не появляются. Ну и совместно с Министерством образования была согласована идея организации в Робшевском дворце подобной реставрационной оптно-практической школы. То есть это объект, в котором очень много лабораторий, мастерских, кроме всего прочего, поскольку он западный, а дети должны туда приезжать со всей страны или не только, значит требуется общежитие, помещение для преподавателей и так далее, и так далее. То есть очень объемное функциональное задание. Когда мы попытались его наложить на существующие планы, мы поняли, что в общем-то у нас ничего не помещается. Сейчас хочу выбрать какой-нибудь план, на котором это было видно. Вот. У нас ничего не помещается и конечно же речь о том, что здесь можно что-то настраивать и как-то вольно обращаться с архитектурой быть не может. И школу создать такое очень хочется, потому что понимаешь, что вообще реставрация дворца это довольно неподъемная вещь по финансам. Найти какого-то сумасшедшего спонсора, который за свои деньги сегодня отреставрирует и там живет дворец и будет так уверен в своем завтрашнем дне довольно сложно. Поэтому это может быть только государственной проблемой, но государство тоже чего-то хочет у него тоже есть какие-то задачи. И тогда мы внимательно посмотрев на исторические гравюры обнаружили, что и вообще рассмотрев внимательно дворец обнаружили, что он стоит на таком на такой насыпи. И более того, в нескольких местах внутри этой насыпи ведут ходы. И тогда мы решили, что мы наземную часть оставляем абсолютно в том виде, в каком она была. Более того, она может быть отреставрирована силами руками учеников или частично отреставрирована силами будущих учеников этой школы. А внутрь насыпи мы помещаем большую часть всяких учебных и других функций, которые здесь требуются. При этом главный дом у нас становится музеем, фондохранилищем и небольшим представительским пространством. Встал вопрос о том, каким же образом можно это сделать, поскольку есть еще историческая планировка парка. И тогда мы, в общем-то, руководствуясь исторической планировкой парка, решили изменить отметки этих газонов, создав здесь пониженные площадки с амфитеатрами и такие дворики, которые позволили бы осветить все это подземное пространство, которое мы получали. Таким образом вот так у нас должен был выглядеть базисный основной этаж. Вы видите, что благодаря этим нашим ухищрениям с рельефом практически все классы светлые. более того, учащиеся могут выйти в эти дворики и чувствовать себя там совершенно свободно. И, наверное, учащемуся удобнее в маленьком дворе, чем в огромном роскошном парке. Также основная входная группа, которая предлагалась публичной, вмещает в себя довольно большие архивы библиотеку, поскольку архивов реставрационных тоже достаточно много, это тоже проблема, как и где их содержать, и музейная фондовая часть, которая связывает этот этаж с главным домом. Вот эти проходы, которые здесь показаны, это исторически существующие проходы, и части подземных сооружений уже, то, что выделено более темным цветом, уже существуют. на остальных этажах расположено продолжение тех же функций, которые у нас в базисе. На этой картинке может быть более понятно, что происходит у нас с этой лужайкой, что здесь у нас опущенные дворы, какие-то такие будущие пейзажи. Здесь мы показали, как это может быть исполнено. вот эти школьные дворы, в которых учатся будущие реставраторы. Ну и последний объект, о котором я расскажу, он был закончен нами буквально перед Новым годом, и я очень надеюсь на то, что Министерство культуры выдаст, выделит средства на его реализацию. Это проект реставрации флигеля-руина в музее архитектуры. Все началось, история этого проекта началась пару лет назад, когда Ирина Короблина и музей архитектуры предложили нам сделать выставку, поскольку нам исполнялось 20 лет, и нам было предложено в апреле руины сделать выставку, посвященную работе в нашем бюро. И надо сказать, что я очень долго думала. Я думала полгода, я никак могла решиться на эту выставку, потому что я приходила в руину, смотрела на нее и уходила. Но вообще, мне кажется, что выставлять свои работы довольно самонадеянно, кроме того, архитектуры любят смотреть только на свои работы, по крайней мере, современные, по карте среди живущих. Я думаю, это не так интересно. И поэтому мне пришла в голову мысль, что на самом деле самым интересным объектом здесь могла бы быть сама руина. Тогда вот эти полы расположены были не так. Там, если кто-то помнит, были такие хаотично настеленные панерные полы, такие пыльные достаточно. Но сквозь всю эту пыль, в общем, мы все эти подпорки проглядывали, на мой взгляд, что на удивительные вещи. И мне захотелось сделать именно выставку, посвященную руине, и вообще поговорить о руинах, как о некой культуре, которая, на мой взгляд, нам становится все ближе и ближе, поскольку руин у нас становится все больше и больше. Пора уже подумать об этом всерьез и как-то методично. Там была сделана некая теоретическая выставка, рассказывающая вообще об истории отношений к руинам, поскольку действительно отношение к руинам во многом формировало культуру целых эпох. И это тоже дает нам повод задуматься сегодня о наших руинах. И дальше, собственно говоря, мы сдали эту руину изучать, рисовать, понимая, что когда ты рисуешь, ты вырабатываешь тоже к объекту какое-то свое индивидуальное отношение и можешь этот объект совершенно по-другому увидеть и заставить увидеть его других, другими глазами. и потом прошло некоторое время, выставка уже давно закончилась, но разговор с Ириной и Горбиной видимо не остался в памяти, потому что я тогда после выставки сказала, что вообще если у вас начнется проект реставрация, то мне будет безумно жалко, что все вот эти своды, всю эту азбуку архитектурную, которую здесь архитектор может отсезреть и изучать, закроют довольно банальными новыми паркетными полами вот эти вот красивые полемсезные стены, штукатурят и ровненько покрасит красочкой, наклеивают пенопластовый карнизик, а на самом деле интерьеры именно плигеля руина никакой декоративно-прикладной ценности не представляли, поскольку там была казенная палата, и они были надстроены сначала в середине 19 века, потом в конце 19 века, то есть никакой такой действительно особой ценности интереса интерьеры не представляли, было бы жалко вместо такого драматичного пространства, голенного, получить довольно заурядное, каких довольно много. Ну, что я могла поделать, так сказать, это же бюджетная организация, бюджетный объект, и не мне судить, просто высказала пожелание. Вот, но когда все-таки был объявлен конкурс на право проектирования, нас позвали, и во основе конкурса, как ни странно, лежала не стоимость, а именно концепция. И мы сделали эту концепцию, предложив оставить руины руиной и обживать ее именно в таком ее свойстве. И конкурс, как ни странно, выиграли. В общем, проект мы уже этот сделали, уже экспертиза пройдена, надеюсь, очень, что мы начнем его реализовывать. Кратко коснусь истории, усадьба Талызиных, в которой расположено музею архитектуры, это творение Казакова, и этот объект входил когда-то в альбом красивейших домов Москвы. У него, как и у многих московских особняков, непростая судьба. С 1945 года это здание передано Музею архитектуры имени Щусева. В 60-е годы там проводилась, в 50-е годы там проводилась реставрация, но с тех пор зданием особенно никто не занимался. И особенно тяжелая история связана с тем, что под зданием как раз-таки Флигеля Руина в 30-е годы прокладывали митрополитен. И это сыграло такую самую тяжелую роль в судьбе не только этой усадьбы, но и еще многих объектов, которые находились в этой зоне. Сегодня даже стоя на полу в руине, ты слышишь, как поезд идет под тобой, потому что здание было перенесено на железобетонную плиту, и эта железобетонная плита по сути является потолком туннеля сегодня. То есть находясь в руине, мы стоим просто вот над туннелем, что создает определенные проблемы для существования этого объекта и для его реставрации в том числе, безусловно. Ну, вот это современный вид, всем хорошо знакомый этого здания. Это внутреннее некоторое пространство. Тоже всем хорошо, я думаю, знакомое. Отсутствующие перекрытие. Ну, и вот, о чем я хотела бы, может быть, рассказать поподробнее, это о том, каким образом мы решили подойти к теме исследования этого здания для того, чтобы сделать проект совершенно непонятного жанра. Я до сих пор не очень понимаю, как его можно назвать, потому что это не проект консервации. По закону, если ты делаешь проект консервации объекта, то он недоступен дальше для эксплуатации. То есть, ты что-то консервируешь, закрываешь в консервную банку и, собственно говоря, никто этим не пользуется. Назвать это реставрацией в полном смысле слова тоже нельзя, потому что мы никакого облика не возвращаем. Мы сохраняем тот облик, который это здание приняло к сегодняшнему дню и пытаемся его действительно законсервировать, пытаемся остановить время в том виде, в котором оно до нам дошло в таком материальном выражении. Но, тем не менее, мы решили, что, учитывая такое богатство деталей, элементов, пластики, материалов, кирпичей с клеемами разных столетий, это здание можно привести в порядок и понять только с помощью очень тщательного исследования. То есть, фактически, нужно было потрогать руками каждый кирпич для того, чтобы прописать некую технологию художественной штопки. а вот это реальная художественная штопка, то, что мы предполагаем здесь делать. В связи с чем мы разбили все здание на квадраты и каждый квадрат обследовали подобным образом. То есть, по каждому элементу, по каждой перемычке, по каждой штробе, по каждому куску штукатурки, цоколя и так далее, мы сделали определенное заключение с точки зрения того, что это необходимо оставить, это нужно закрепить, это нужно переложить, это нужно отремонтировать, это здесь штукатурку снять, здесь добавить, оставить и так далее. И в результате сделали вот такие технологические карты, на которых уже прописано, что, какому элементу и какому количеству и как, собственно, делать. К этому, естественно, еще пояснительная записка с подробной технологией, связанной уже с материалами, применяемыми. к этому материалу, к этой технологии. То же самое мы сделали и в интерьерах. У нас порядка, не буду пугать цифрами, но, в общем, очень много квадратных метров бумаги занимает это обследование, потому что, действительно, нам пришлось перебрать практически до гвоздя все здание для того, чтобы не случайно смахнуть лишнюю пыль времени. Когда ты занимаешься реставрацией, ну, в спокойном, таком, обычном режиме, ну, смотришь, ну, деревянные балочки старенькие, ну, давайте заменим их на новенькие, в общем, никакой проблемы. А тут, в общем-то, нам не хотелось эти старенькие балочки менять на новенькие, хотя часть из них были действительно гнилыми. Но для этого надо было очень тщательно их обследовать, чтобы понять, что всего три можно не заменить, а всего лишь изменить, сделать там такой фактически протез, который бы сохранил эти три балки тем не менее старыми. Вот. Что дальше? Я хотела еще об этом рассказать. Следующим вопросом у нас было, естественно, изменение некой логистики, поскольку сегодня вход находится здесь, и это создает ряд проблем. Ну, во-первых, мы входим в бывшее окно, и поэтому здесь не очень удобная система ступенек, входов и так далее. И санузлы расположены в крайне неудобном месте. Естественно, если объект начинает функционировать, то нужно подумать о целом ряде приспособленческих элементов, таких как санузлы, и вообще в этом здании сегодня проблемы со всеми коммуникациями. То есть, прежде всего, сюда нужно вернуть, восстановить отопление, необходимо сделать нормальную канализацию, водопровод, электричество, ну, в общем, все, что положено в систему пожаротушения и так далее. Все, что положено для полноценного функционирования. В этом выгоде должно остаться руиной. Поэтому мы решили перенести вход в это место, поскольку арка крайняя фактически уже является готовой дверью, готовым проемом, и вход с улицы внутрь здания происходит с небольшим перепадом уровня внутрь. Происходит достаточно гармонично, более того, мы получаем здесь красивый сводчатый входной зал, мы получаем красивую перспективу на еще более красивую лестницу, вот, и получаем достаточно удобный коммуникационный узел, который потом развивается по вертикали и делит собственно все здание на экспозиционные пространства и пространства лекториев и малых экспозиционных залов. На первом этаже, когда мы делали опять же ту же самую выставку два-три года назад, я попросила показать, что там находится за черной такой пыльной тряпочкой, мне всегда было очень любопытно, но коль уж нас пригласили выставку делать, что же не воспользоваться такой возможностью, не сунуть куда-нибудь нос, куда обычно как посетитель тебе сунуть его не дают. И когда нам тряпочку откинули, оказалось, что за этой тряпочкой это происходило вот в этом месте, вот в этом месте всегда было все зашито, закрыто вот этой черной тряпкой. Оказалось, что за ней расположено совершенно фантастическое солнечное пространство. Захламленное, засыпанное, заваленное, но оно в прекрасном совершенно состоянии, практически не требующее никакой деставрации, и это было просто каким-то открытием, в том числе и для руководства музеев. Перекрытие деревянных балок, о которых я говорила, мы действительно обследовали, решили их сохранить и модернизировать галерею. Сейчас она совершенно аварийная, деревянная и опасная, поэтому мы решили, что, во-первых, галерея должна быть обязательно по периметру, но это из точки зрения удобства эвакуации, из точки зрения экспозиционных возможностей пространства и эксплуатационных в том числе, потому что к окнам нужно все-таки подходить, там их нужно открывать, закрывать, мыть, не знаю, в общем, короче говоря, как с ними пользоваться, и в этом случае получается гораздо более логичная какая-то экспозиционная история. Второй этаж мы решили оставить практически в том виде, в каком он есть сейчас, заменив только сами материалы подластей. И самая большая проблема оказалась в том, что сегодня кровля, которая была сделана в 90-е годы как временная, опирается на, опять же, временные подборки, которые стоят, в свою очередь, опираются на неконструктивные элементы. Из этого здание ползет, там идут трещины, появляются еще новые подборки, и, в общем, довольно опасная ситуация, и самая большая проблема сегодня на здании является кровля. и мы долго ломали голову, как эту проблему решить, потому что кровля должна остаться, с одной стороны, вполне, опять же, правдоподобной, аутентичной, но, с другой стороны, понятно, что в нынешних ее конструкциях ее оставить, ну, просто невозможно, и даже опасно. И тогда мы решили отказаться от промежуточных подборок, в принципе, чтобы они не разрушали здание своей нагрузкой, которая передается от кровли, и заменить балки на фермы деревянные, которые, по нашему мнению, должны быть выполнены там же, на площадке, и они у нас выполнены не из клеен древесины, а из досок запроектированных, и должны собираться на площадке, тогда они будут не такими новыми, как нам кажется, не такими ровными и гладкими, как если их изготавливать на заводе. Ну, и кроме того, привезти эти дерево клееные фермы, там, пройдет порядка 18 метров в центр города довольно сложно. Хотела еще показать несколько таких нюансов. В здании сегодня практически нет окон, и если вы видели, надо показать фасад какой-нибудь, вернусь на несколько картинок назад, чтобы было понятно, о чем идет речь, с окнами определенная проблема, потому что верхние окна это надстройка конец 19-го, начало 20-го века, здесь окна 18-го, 19-го века, и сейчас здесь стоят собственно говоря, где стоят такие советские окна с фрамугами, и опять же, как с теми дверьми у нас кодоша, какие окна на какой период здесь были бы гармоничны, если вставлять сюда, например, окна классические, ориентируясь на главное здание, то совершенно непонятно, что делать с этими окнами, которые имеют практически конструктивистский размер. Очень противоречивая такая ситуация. Мы решили, что раз у нас руина, мы вообще никакие столярные изделия здесь использовать не будем. Будем мы ставить, устанавливать витражи цельные изнутри здания для того, чтобы с одной стороны понятно изолировать внутреннее пространство от атмосферных влияний, а с другой стороны создать таким образом довольно глубокие ниши, которые, в свою очередь, тоже могут стать экспозиционными элементами. Сейчас я вернусь обратно к разрезу. Так вот, проем предполагалось взять в металлическую обойму, поскольку это действительно необходимо с точки зрения укрепления самой стены и проемов и обналичить ее металлом. А витраж расположить изнутри при том таким образом, чтобы здесь показано существующее окошко, а вот это окошко показано новое, таким образом, чтобы за этой витриной экспонировалась бы и не отремонтированная разбитая кладка самого окна, в котором есть перемычка клинчатая и много интересных элементов. Кроме того, мы полностью стеклим входные витрины первых этажей, оставляя остатки деревянных элементов от прежних ворот, и там, где они сгнили, мы их закрываем, меняем на такие вот элементы, которые должны сохранить эти остатки деревянные, скажем так. Ну, вот на этом разрезе видна дощатая фирма без вот этих подпорок. Здесь показано функциональное зонирование, надо сказать, что многие элементы проекта разрабатывались и рисовались тоже вручную, как-то это почему-то мне показалось очень логично, рукотворная архитектура, она предполагает какие-то рукотворные чертежи, но тем не менее, вот мы показываем 3D-картинки, вот таким образом будет выглядеть ход. Материал, который мы подобрали для новых элементов, вернусь на предыдущую картинку, это в принципе видно, это, собственно, полы галерей все, это объекты, которые нас встречают вестибюли, санузлы, гардероб, стойки, рецепции и вот эти наличники внутри окон, в откосах, мы решили выполнить из черного металла с таким рисовым рисунком, который, на наш взгляд, наиболее адекватно будет выглядеть в этом пространстве, поскольку он хорошо и благородно стареет, он хорошо ржавеет, он хорошо царапается, он хорошо пачкается, и он будет органично сочетаться с такой руинированной эстетикой самого пространства. Вот новый выходной блок, это пространство первого этажа, галерея наверху, вот, собственно говоря, эти окна, второй этаж, ну и вот, может быть, таким образом вот выглядят фасады, и мы думаем, что нам удастся часть элементов, которые сегодня свалены во дворе, расположить в окнах здания, для того, чтобы они стали тоже экспонатами, для того, чтобы фасад работал тоже как экспозиционная площадка. Ну вот, я, в принципе, покончила. АПЛОДИСМЕНТЫ